Мы продолжаем дневной эфир седьмого телеканала. В студии с вами Татьяна Милинко. Здравствуйте! Совсем чуть-чуть до Нового года. И, конечно, мы готовим вас как можем только, чтобы вы встретили Новый год, полностью зная все наши традиции, зная, как нужно его встречать, в каких цветах. И, конечно, чтобы вы успели загадать желание сформулировать его, и чтобы оно обязательно сбылось в следующем году. Сегодня у нас в гостях Светлана Рубанович, методист областного центра украинской культуры. Здравствуй, Света! Здравствуйте! Ну и, естественно, мы поговорим о том, как встречать Новый год правильно, об украинских традициях. У нас очень традиции глубокие, встречи зимних праздников, начиная с празднования Святого Андрея, вы чернете, починаете. И дальше мы уже празднуем Рождество, Святый вечер, Щедрый вечер. Вообще, наши предки праздновали Новый год весной. Была такая традиция еще дохристианская, потому что у них ассоциировался начало Нового года. Это посевные, начало засева полей, то есть они были привязаны к календарю. И поэтому во многих щедривках присутствуют удивительно, как для Нового года, для зимы, такие символы, элементы, как птицы, зузуля, щепетала. Знаменитая песня, да? Щедрый, щедривочка пролетела ластивочка. Ластивочка, так, так. Казалось бы, да, мы поем ее зимой, на Новый год чаще всего, но на самом деле текст там очень даже весенний. Да, поэтому эта традиция перешла уже на щедрый вечер, и самая известная щедривка, которую обработал Леонтович, ей в прошлом году было сто лет исполнилось. И ее все знают, это самая известная щедривка, и ее поют в Украине. Не только в Украине, по всему миру. Она, мне кажется, самая знаменитая щедривка. Да, переложения известны во многих, на многих языках. Ну, раз уж мы говорим о давних традициях, ведь не всегда у нас елка стояла в доме, правда? Да, в давние времена стоял дидух. Это символ рода, символ урожая, символ предков. Это, получается, дидух делали из пшеницы, которую собирали последние уже на обжинке. Обжинки, да. И его украшали такими соломенными павучками, как украшение. Вот сейчас у нас игрушки, да, вот раньше были павучки из соломы делали украшение. Конфетки. Конфетками, да, да, стричечками. Все обязательно есть. Наши предки готовились к Новому году. Они украшали дом, они доставали самые красивые рушники. Также они расписывали печку, вот, рыпичок. И они всячески готовились к этому празднику. Ставили на покути, ставили дидуха, свичечку запаливали. И так готовились к встрече Нового года. А когда заносили дидуха? Знаешь, есть разные традиции, да, о том, что где-то, например, на Западе начинают все празднования за месяц до Нового года. Как было у нас, когда заносили дидуха? Прям вот в самый Новый год или там за день, за неделю? За неделю где-то так вот, да, заносили. Да, 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 готовились заранее. Вот, ни за день, ни за два. Вот. А что делали с ним потом? Потом... И сколько он должен стоять? Получается, дидух стоит до весны, и потом из его зерен, засевные, они забрасывали вот эти зернышки в посев, чтобы урожай был щедрым. Также в хлеву тоже так дидух разбрасывали сено. Ну, я знаю, что... Он уже в посев шел, этот дидух, он стоял долго и уже весной. И с самой этой соломой не так просто расставались, да? То есть зерна забирали, а солому развеивали или сжигали. Как правильно с ней поступать? Развеивали. Развеивали просто. Да, да, да. Но на самом деле наши традиции украинские, они всегда сопоставлялись не только с миром живых, да, еще принято было почитать наших предков, которых сейчас с нами нет. Насколько я знаю, что солому клали не только куда-то под стол, но еще и под скатерть. То есть солома была практически везде. Не только вот дидух стоял у нас такой соломенный, но еще и солома была везде. И всегда оставляли какие-то еще места для тех, вот, ну, понятно, что это все символы какие-то, да, для тех, кто, возможно, вот предок придет и будет сидеть за столом. Ну, да, да, да. Они даже вот зазывали, перед тем, как сесть за стол, хозяин, ну, приглашал тех вот предков, которые, ну, уже нету. И еще на свят вечер тоже клали, ну, постные блюда, да, существуют. Вот клали узвар и кутю. Это тоже поминальные блюда. Также они, как бы, чтили память предков, чтили род. И щедрый вечер — это был праздник, когда собиралась вся семья. И это очень символично, и это прекрасная традиция — собираться вместе, праздновать, и встречать и Новый год, и Рождество, и щедрый вечер, вот, за, как это, старый Новый год, да? Да. Вот, за старым стилем, вот. И я считаю, что это прекрасная традиция. И надо их традиции все-таки возвращать, вспоминать, изучать. Я рекомендую каждому, не только тем, кто этим занимается. На самом деле, вот, каждый Новый год мы еще как-то формируем какие-то свои желания, да? Чего бы мы хотели достичь, мы благодарим уходящий год и думаем о том, что мы хотим в следующем году. Чего достичь, что сделать, что пожелать себе и окружающим тоже, чтобы оно сбылось обязательно. Всегда ли так было? Или это только уже современный мир, вот, такие диктуют правила каких-то желаний? Даже сегодня, мы же все знаем, боже мой. Даже те, кто не знает, расскажу. Обязательно написать свое пожелание на салфетке, сжечь эту салфетку, и потом ее растворить, пепел в бокале шампанского, и под бой курантов, ровно в 12 часов выпить это шампанское. Ну, у нас же новые традиции современные происходят. Раньше пожелания они вкладывали в текст щедривок. Вот колядки, допустим, давайте поговорим о том, чем отличаются колядки и щедривки. Колядки, у них поется о рождении Христа, об этом процессе, вот как он происходил, приходят три цари, приносят дары. Там описывается именно вот этот, как это, сам праздник рождения Христа, как зирочка здесь шла. А щедривки, они больше направлены на то, чтобы желать хозяину, хозяйке, детям, желать счастья, доброго врожаю, здоровья, гараздив у селяких. И в каждой щедривочке они даже посвящают, вот, допустим, приходят щедривальники, они приходят уже на 13-14 число января, и приходят на щедривочек, и к каждому поют отдельную щедривку. Щедривку господарю, щедривку господыни, щедривку девчине, козакове, дедочкам. И у нас вот такая традиция, она давно идет, желать своим друзьям, своим близким здоровья, счастья, любви, удачи, ну, всего самого лучшего. А как они звучат, эти щедривки? Можешь спеть, пожалуйста? Да, конечно. Добрий вечер тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився. Это пример калятки, а щедривка. Добрий вечер, пане господарю, подивися до свого товару, в тебе товару повна обора, твоя жінка чорного брова, як чашечка в меду потопає, як барвінок саду процветає. Щедрик, ведрик, дайте варени, грудочку масла, кільце, ковбаски. Вот такая щедривочка. Вы записывайте обязательно, записывайте, потому что традиция калядовать, да, щедровать, она все равно возвращается. Честно скажу, что даже детям в школе сегодня рассказывают, как это, и, например, мои дети собираются уже, планируют идти по квартирам, звонить, щедровать. Так что не выгоняйте, если к вам придут, потому что это давно считалось, что это хорошо, когда к вам приходят, когда вас посевают. Да, кстати, говорили, что чем больше придет щедровальників, колядників в дом, тем счастливее будет год, тем лучше будет урожай, ну, как в прошлые годы, тем будет богаче семья. Поэтому принимайте с радостью. А калядникам и щедровальникам я советую учить калядочки, учить вот эти пожелания, красивые стихи. Их очень много сейчас в интернете можно найти. И рекомендую делать это все-таки, учитывая традиции и уважая традиции украинские, народные, чтобы это не делалось, ну, лишь бы как... Щедрик, ведрик, дайте варенок, и все, чтобы это было красиво. Да, да, да. Я хочу, чтобы все-таки это осознанно делалось, чтобы люди изучали историю и колядок, и щедривок, учили эти тексты. В интернете есть много колядок, щедривок, музыка можно найти. И я хочу, чтобы все-таки они более уважительно относились к традициям и восстанавливали их в лучшей, в красивой форме. И людям будет приятно, и вы будете уровень преподносить хороший. Должны ли быть при этом какие-то особые костюмы, какая-то, может быть, звезда, да, какой-то наряд? Да, у нас в традициях, получается, что на свят вечер ходили маленькие мальчики вечером. И было, считалось, очень хорошей традицией, чтобы первого мальчика запускали. И уже после свят вечера, 7 января, уже ходили порубки, и они ходили со звездой. Был звездар, береза, был механоша, вот. И вначале они просто пели колядки, а уже на щедривый вечер, старый Новый Рик, на Маланку, на Василя уже переодевались, водили козу. Был и доктор, и цыган, и разные персонажи интересные, необычные. Я знаю, что у нас в Одесской области сохранилась традиция, да, дедок так и е. И, по-моему, это единственная какая-то улица есть, да, у нас в селе, где проводят этот обряд до сих пор. И даже речь шла о том, что его как-то зарегистрировать, то ли в Книгу рекордов, то ли в ЮНЕСКО, да, как этот обряд. Ну да, есть такое понятие, как нематериальная культура, и это тоже как вот эти обряды, допустим, приготовление пищи, вот блюдо национальное, это тоже туда идет. И какие-то обряды, интересные обычаи, вот даже тот же дедок, это тоже можно туда отнести, к нематериальным памяткам культуры. А как выглядят вот эти соревнования, как они выглядят? Они встречаются на дороге, и, ну, как... Две команды, да, 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 то есть такие, как игры. Да, 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 да. И они начинают драться, что ли? Нет, нет, нет. Сражаться или, наоборот, смешить? Ну, как запугивать, смешить. А, я поняла. И всегда у них должен быть такой дедок. У нас даже есть в Украинском культурном центре какой-то очень... Да, да, вы можете прийти в областной, в Одесский областной центр украинской культуры, у нас есть музей. И там вы можете увидеть этого дедка, вы можете увидеть дедуха, как он выглядит, чтобы вы могли понимать, как традиции вот наши в обычаях представлены были. И можете увидеть вот эти интересные такие памятки культуры. А когда мы плетем такие чаяки по вутыне, да, вот там, как похожие на паучка, как будто бы, да, я не помню, как называется, похожие на ловца снов, но я знаю, что это тоже наша украинская традиция создавать такую, да? Есть такой, соломы плели, такие вот создавали, как подвешивали пиццтриху. Это просто для красоты или там есть тоже какое-то значение? Честно, не знаю. Ну, пусть будет для красоты, да, или для того, чтобы поймать все хорошее, чтобы о том осталось. У нас все было, все имело значение, каждый, ну, каждый предмет, каждый вот, каждый цветочек на вышивке, все имело значение, поэтому есть значение. Мы уже поговорили немного о рождественских праздниках, да, о том, уже Новый год мы поняли, мы веселимся, поем, щедруем и радуемся приходу Нового года. А что касается Рождества, традиция накрывать стол, я понимаю, что вроде бы все знают, но со временем оно может забыться где-то. Сколько должно быть блюд, как должен выглядеть стол, о чем лучше говорить, когда садиться за стол. Давай еще раз напомним это. Вообще, получается, до 7-го числа пост, до 7-го января по церковному календарю, и 6-го января 12 постных блюд должно быть на столе. Это кутя, узвар, вареники, рыба, также можно и капуста тушеная, квасоль, огурчики маринованные, ну, даже винегрет можно, да, нашу традицию, допустим, привнести. И уже 7-го числа после службы накрывался уже такой щедрый стол, также семья собиралась, и уже можно было непостные блюда, там, и колбаска, и пироги, и млынцы можно было уже есть. Вот, и вся семья собиралась, вот так вот праздновали Рождество. Правда, говорят, что надо садиться за стол, когда взошла первая звезда. Да, 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 да. Какие калядки есть? Очень хочется послушать еще. Хорошо. Есть такая калядочка, она вроде бы как светского такого характера, такие бытовые слова, но она про казака, про казака, про конника. Ой, у саду, саду, саду винограду радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий народився, а у тому саду сивий кони грає. Радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий народився, а до того коня никто не приступит. Радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий народився, а тільки приступить молодий Иванко. Радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий народився, ой, здорово, дівко, дівко, королівно. Радуйся, ой, радуйся, земле Син Божий народився. Спасибо огромное. Я попрошу еще поздравить всех наших телезрителей с Новым Годом и с Рождеством, со всеми праздниками. Может быть, еще какие-то есть такие нюансы, которые нужно помнить о том, как правильно все-таки отметить общее такое правило и общий совет для всех. Каких-то общих правил нету. Вот у меня один совет. Пожалуйста, соберитесь всей семьей отпраздновать Рождество. Ходите в гости, разносите весть о рождении Христа, делитесь радостью, делитесь своим счастьем, также дарите людям хорошее настроение. И я хочу, чтобы все праздники нас только объединяли. Каждый праздник. И Рождество Христово, и Щедрый вечер, и Святом Старый Новый Рек. Спасибо огромное. Я напоминаю, нас в гостях Светлана Рубанович, методист областного центра украинской культуры. Спасибо огромное. Я думаю, что наши телезрители смогут просмотреть эту программу еще и еще, и на нашем сайте ее найти, и, естественно, выучить калятки, которые существуют у нас. И, может быть, петь, калядовать, щедровать, потому что это самое время, это время объединяться, наконец, узнать, кто ваши соседи. Если вы не знали, кто там живет у вас в 45-й квартире, обязательно можете позвонить, постучать и пожелать им всего доброго. И принимать улыбки, принимать щедрые подарки, поздравления. А мы принимаем подарок из Нью-Йорка. Юлия Городецкая передала специально для 7-го телеканала видео о том, как празднуют эти новогодние дни там. Давайте посмотрим. Я хочу попрощаться с вами, передать слово коллегам. С вами в этом году, в этой студии была Татьяна Милимко. Всего доброго вам и сейчас, и на следующий год, и на все остальные годы. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»